Всем добрый день, дамы и господа, мои подписчики, мои зрители. Я очень всем рада. Меня зовут Дита. На самом деле, меня зовут не так, но Дита — это сценический псевдоним. Живу я в Канаде и виду свой канал уже какое-то время, и буду очень рада всем новым гостям, всем новым подписчикам. Если вы еще не сделали, то обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте мне лайк или дизлайк. То, что вам больше захочется. Я сегодня хочу поговорить с вами о моей коллекции винтажных брошек. У меня вообще довольно такая обширная, я бы сказала, коллекция винтажных украшений, в том числе и брошек. Я вообще брошка-мам, если можно так сказать. Я очень люблю брошки, и началось все мое вот это вот увлечение винтажными украшениями, тоже с YouTube. Кстати, я посмотрела несколько видео, нескольких девочек, нескольких блогеров. Некоторые из них на меня подписаны, меня смотрят. Привет, девчонки! И я вот посмотрела на то, что они показывают, и тоже занялась вот этим вот хождением по секонд-хендам, выискиванием всяческих сокровищ. Кое-что я нашла. Я вообще не специалист вообще ни разу. То есть я абсолютно не очень, абсолютно не очень разбираюсь, не очень разбираюсь в винтаж, не винтаж и так далее. Но я уже как бы могу понять, насколько эти брошки старые или не очень старые. Там есть всякие признаки. И я, опять же, благодаря вот видео на YouTube, я стала разбираться чуть-чуть, чуть-чуть в том, что вот эта брошка, допустим, можно сказать, что она там лет 40-50, а эта вот новенькая. И, в общем, честно говоря, я покупаю то, что мне нравится, красиво-некрасиво. Если она еще такая не старинная, скажем так, старенькая, то это плюс в ней в карму. И я, поскольку не очень разбираюсь, ценности они не представляют большой абсолютно, потому что, ну, насколько я понимаю, вещи на самом деле винтажные. Они стоят довольно дорого. А то, что я покупаю, ну, скорее всего, это просто такие, знаете, хорошенькие, старенькие брошечки, так скажем, да? И я хотела вам показать. У меня есть колье, у меня есть серьги, клипсы, у меня есть брошки. И я начну, наверное, буду чуть-чуть вам показывать свою коллекцию. Начну, наверное, с брошек. Так, давайте уже начнем. Хватит разговоров. Как я храню свои украшения, я, наверное, сделала отдельное видео. Может быть, я вам покажу. Пока что не будем на это отвлекаться. А я вам буду показывать то, что у меня... Ну, не все, а только самое любимое. Потому что здесь нужно показывать все, но мне хватит и дня, чтобы все это посмотреть. Не-не-не, ну, не все так плохо, не пугайтесь. Так, ну, давайте начнем. Значит, давайте по цветам. Вы знаете, что я люблю, я все видео про одежду, у меня все по цветам. С голубых. Давайте начнем с голубого цвета. Я, наверное, снова вставлю потом фотографию. Сниму, как бы, сделаю фотографию и поближе. И вставлю в видео, чтобы было понятнее. Потому что так вот издали показывать, конечно, очень... Что еще хотела сказать. Сделаю маникюр, наконец-то, за год. За год, наконец-то, я сделала маникюр. Потому что у нас салоны открывали-закрывались, открывали-закрывались. В общем, это был дизастр, безобразие. Тут, наконец-то, я сделала маникюр. Они открылись. Может быть, они снова скоро закроются. Но я решила, хватит. И по теперь я могу без стыда и совести показывать что-то близко руками. Потому что раньше я не могла этого сделать из-за ужасных рук, ужасных ногтей. А сейчас мне не стыдно. Раньше мне было стыдно. Значит, вот такая вот прекрасная, чудесная голубая брошечка. Ой, я на фоне своего голубого цвета, я плохо видно. Она совершенно потрясающий, такой цветок с пчелкой. Не знаю, вам видно? Ну, в любом случае, я поставлю фотку рядом. Цветок голубой с пчелкой. Вот такой. Я долго не буду останавливаться, потому что некоторые из них маркированы. Некоторые из них не маркированы. Некоторые из них явно старинные, более старинные. Некоторые новые. Я опять же скажу, что я не специалист. Ну, в общем, я не знаю, стоит ли показывать вам, как она выглядит сзади и спереди. Потому что я не пытаюсь тут показать, какие у меня антикварные прекрасные находки. Может быть, на примере некоторых я вам покажу, почему я думаю, что она более старинная или более новая брошка. Вот такой вот прекрасный, совершенно потрясающий на голубом фоне свитер. Этого не видно. Вот такой вот бантик, который я, по-моему, носила и надевала в каком-то своем видео. Я вам показывала. А я бы, может быть, вот здесь вот. Ну, короче, в любом случае, я сделаю ближе картинку, и вы все это увидите. Вот такой вот прекрасный, чудесный бантик. Тоже голубого цвета. Я долго не буду рассказывать, что к чему. Останавливаться, вы все сами увидите. Потому что не надо тут, как бы, объяснений долгих я давать не буду, потому что я сама не очень разбираюсь. И еще одна такая милейшая-милейшая голубая брошечка, которую я очень люблю. Она такая маленькая, тоже такой цветочек в центре стразик. Все эти три брошки, кстати, они эмалевые. Голубая эмаль. И там есть какие-то стразы на них, какая-то отделка, какие-то вот пчелки и так далее. Так, теперь перейдем к зеленым брошкам. Значит, из зеленых, зеленого цвета брошки. Это тоже эмалевая брошь зеленого цвета. Вот такой вот цветок. Внутри такие желтые, как бы, тычинки, пестики. Вспомним биологию за пятый класс. И она интересна тем, что она, видите, она такая, она 3D как бы. Она не плоская брошка. Во-первых, у нее эти лепестки выгнуты. Во-вторых, они такие, у нее два слоя. И вот эта брошка, я хотела вам вот это вот, я вам покажу сзади. Потому что вот по вот этой вот застежке, видите, вот каким вот образом сделана застежка. Видно, что эта брошка старенькая, не современная. Сейчас такие застежки уже не делают такой формы. То есть, эта брошка, брошка старенькая. При этом, знаете, она прекрасно сохранилась. Потому что, знаете, эмаль часто, эмалевые брошки, они часто скалываются. Вот эта вот эмаль сходит, слезает, скалывается. А в ней прям прям все-все-все-все так целенько и замечательно и красиво. Вообще, со старинными винтажными, так сказать, брошками проблем в том, что, если это эмаль, она сходит. Если это какие-то стразики, они теряются, выпадают. Ну, есть девочки, которые умеют восстанавливать. Они, в общем, покупают какие-то немножечко такие разбитые, разрушенные брошки и восстанавливают их. Вставляют стразы, в общем-то, чинят застежку. Я этого делать не умею абсолютно. У меня две левые руки, поэтому я только покупаю то, что вот целое и невредимое. Вторая зеленая брошечка – это вот такая вот бабочка. Тоже, я не знаю, она старинная или нет, но она потрясающе красивая. В ней много цветов. В общем, она очень-очень-очень такая симпатичная. Вот такая. И еще одна у меня зеленая брошечка – это такая вот малюсенькая-малюсенькая змейка, ящерка. Симпатичная тоже. Очень маленькая брошечка и очень-очень милая. И вот у нее, кстати, тоже застежка вот такой вот формы. Я потом, может быть, сфотографирую и покажу вам. Которая говорит о том, что она не очень современная, а немножечко такая старенькая, так скажем. Еще одна зеленая брошка потрясающей красоты. Тут, конечно, это я с орокой, я не могла устоять мимо. Пройти мимо. Устоять не могла устоять и не могла пройти мимо. Это вот такая вот брошь, сделанная из больших стразов, из больших кристаллов, вернее, зеленого цвета. Потрясающе красивый цвет. Сзади она тоже очень красиво сделана, очень качественно. И кто понимает, тот понимает, что это, в общем, хорошая качественная вещь. Маркировок на них никаких нет. Но просто вот красота, красота невозможная. Несколько розовых брошек. Значит, это вот такой вот красивый цветок. Не то ромашка, не то что, я не знаю. Она розового цвета и у нее такие лепестки, сделанные зеленые. И она тоже, видите, такая вот 3D. Плохо видно. Видите, у нее два слоя таких листиков. В принципе, довольно-таки интересно сделано. И опять же, сзади вот эта вот форма крепления застежки и форма крепления самого цветочка. Вот такая вот, знаете, не знаю, как объяснить. Но, в общем, она говорит о том, что брошечка не новая, но очень интересная. Она очень красивая. Большая довольно. Ну вот, таким вот образом она посмотрелась. Очень красиво на одежде. Ну, в общем, вы помнили, да? Еще одна брошечка похожая у меня есть. Тоже, кстати, с пчелкой. Вот такая вот брошка. У нее тоже цветок. И на цветке пчелка. Зеленый листик эмалевый. Тоже, кстати, эти две брошки тоже эмалевые. Вот такие вот красавицы. Очень красивая, нежная такая, очень симпатичная брошка. И еще один, я как бы назову ее розовой, хотя просто потому, что это роза. Это такая брошь-булавка. Видите, брошь-пень. Она сделана из чего-то очень, я даже не пойму, из чего. Как будет. Ну, она настолько натуральная, настолько красивая. Тоже, не знаю, старинная, она не старинная. Судя по вот этой вот иголочке, она не очень новая. Потому что иголочка довольно такая потертая и не очень, как бы. Вот. Но выглядит она шикарно. Просто совершенно как будто настоящая роза. Теперь давайте перейдем... Ну, не знаю. Давайте, скажем, я вам покажу вот такая брошь камеи. Она у меня есть. Я не знаю, это настоящая камея или нет. Но она очень похожа на настоящую камею. По ощущению. Может быть, это пластика. Может быть, это вот тот материал, с которого делают камеи. Она такая красивая, нежная. Потрясающей красоты. И вот опять же я вам покажу вот эту вот застежку. Форму застежки. Ее, видите, говорит о том, что она старенькая. Что она не очень современная. Еще раз повторюсь. Я не думаю, что эти все броши имеют какую-то ценность. Но для меня да. Но, в принципе, я не думаю, что они какие-то особо ценные. Потому что, ну, не знаю. Я не охотник за ценностями. Я охотник за красотой. Еще одна брошка. Да, я уже сошла с цветов. Потому что я уже, как бы, такие цветовые основные показала. Запуталась я с цветами. Короче, давайте буду просто вам показывать. Вот эта вот брошечка. Такая в стиле арт-деко. Очень интересная. Это черный пластик. Сверху вот приделана такая, как будто бы, накладка золотая. С стразами, с кристаллами. Очень интересная такая необычная брошка. Вот, кстати, например, даже вот сюда. Было бы очень неплохо. Наверное, я так и оденусь. Потому что, собственно говоря, я собираюсь сейчас идти на работу. И, может быть, я оделась. И вот, может, я прилеплю к себе и так и пойду. Очень люблю брошки с кристаллами Аврора Бориалис. Так называют кристаллы. Вот, знаете, вот с таким вот немножко, видите, со свечением. С таким обработанным кристаллами покрытые, не знаю, чем. Я не специалист, но вот они вот так вот переливаются красиво. Видите, как? Эти такие Аврора Бориалис бежево-коричневые. Такие коричневатые. А еще у меня есть брошечка Аврора Бориалис. Вот такая вот веточка с белыми кристаллами Аврора Бориалис. Видите, они сверкают, переливаются. Очень красиво. И недавно, совсем недавно в Second Hand я купила к ним, к этой брошке. Включая, так получилось. Я купила вот такие вот клипсы. Я думаю, что они тоже винтажные. Смотрите, как они такие вот тоже с такими же камнями. Две клипсины. Плохо я показываю. Больше свой маникюр, чем свое украшение. Я вам потом сфотографирую и положу их вместе, и вы поймете, как они красиво-красиво-красиво друг к другу подходят. Так, что у меня еще есть интересного? Из интересного у меня есть вот такой вот слон. Ой, он расстегнулся. Вот такой вот слоник. С коричневыми такими кристаллами. Такая тяжелая, довольно тяжелая брошечка. Я даже не знаю, из чего она. Почему она такая тяжелая? Ну, вот она, потому что она такая цельная, неполая. Видите? Большая тоже брошка. Интересная. Такой настоящий слон. У меня вообще есть животных. Несколько брошек. Если мы говорим о животных, то у меня есть вот такая вот птичка. Сиренево-зеленая, эмаль, стразы. Хорошо так сделана со всех сторон. Такая, видите, качественная брошечка. Явно, что она не новая. И рядом с ней лежит. Совсем никакого отношения к животным не имеет. Ну, косвенным образом человек. Человечек с клюшками для гольфа. Гольфист. Тоже такая с эмалью, со стразами. Интересная такая. И, кстати, у нее тоже застежечка такая старенькая. Старенькая, второго фасона. Поэтому я думаю, что она тоже не новая, эта брошечка. Из золотых брошек с жемчужинами у меня есть... Ну, здесь у меня есть жемчужин. Но это такая просто золотая брошка со стразами. Вот такая вот роза. Видите, роза сделана сеточкой. Очень красивая, интересная брошечка. Есть у меня вот с жемчужинкой. У меня есть вот такой вот. Тоже, я думаю, что она старенькая. Потому что вот форма крепления сзади. Видите, такая специфическая. Вот такой вот тоже цветок. Роза. Тоже очень красивая, объемная брошь. Потрясающей красоты. Вот эта вот брошь я недавно ее купила. Она очень интересная. Такое разноцветное сердечко. Я к ней купила серьги. Я их не взяла сейчас. Я потом их сфотографирую вместе, положу вам. Видите, какая разноцветная. Все тоже эмалевая. Всякие цвета. У меня есть животные. У меня есть собаки-зебры разные. Ну, в общем, не буду вам из интересных животных. Покажу вот такого тигра. У него, к сожалению, немножко погнута вот здесь вот иголка. Но, в принципе, его можно носить. Вот смотрите, какой интересный тигр с зелеными глазками. Очень красивая брошь. Вся в стразах, вся в блестках. Вот такой вот просто бантик. Она, кстати, маркирована. Но я маркировку не разобрала. Тоже золото со стразами. Очень-очень красивый. Тоже, кстати, вот так сюда можно надеть на галстук. Правильно, красиво? Подойдет. Так, я смотрю, что видео получается уже очень длинное. И я постараюсь побыстрее. Из интересного, из животного мира. У меня есть вот такая вот интересная очень змея. Видите, какая? У меня на головке есть зеленые кристаллы вместо глазок. И вот такие вот, и такой красный кристалл, гранатовый. Интересная тоже брошька. Большая такая. Я ее обычно на лацками пиджака ношу. Потому что она такая большая, тяжелая. Ее нужно или на пальто, или на пиджак. Вот что-то такое. Есть у меня такая двухцветная брошь. Серебро с золотом. Такой очень красивый лист. Видите, внизу серебро, а сверху золото. Красота! Тоже сюда бы подошла. Правда? И из серебряных брошечек есть у меня несколько очень красивых и моих любимых. Я вам сейчас покажу. Ну, серебряных, вы понимаете, что я не имею до настоящего серебра. Мы не говорим о цвете. Вот такая вот красотка. Корзиночка с голубыми пластиковыми, видимо, цветами. Кстати, тоже сзади она, видите, вот такая вот застежка. Говорит о ее почтенном возрасте. Но она в прекраснейшем состоянии. Потрясающая симпатичная брошка. Вот такой вот голубой, в голубых тонах. Ой, не расстегнусь. Сейчас, минуту. О, расстегивается застежка. Вот такая вот... Такой веночек из голубых цветов. Я даже не знаю толком, что это. Кристаллы, пластик. Девочки, подскажите мне, не разбираюсь. Тоже, кстати, вот подошла сюда очень плохо. Вот такая вот звезда с сиреневыми камнями. Вот тоже бы подошла к моему свитеру, которому я сегодня... Видите, какая красивая все переливается. Тоже бы подошла вот сюда по цвету. И у нее что интересно, что у нее сзади есть булавочка и есть вот такой вот крючок. Крючок. Это тоже характерно для стареньких брошек, что из них можно делать кулон. То есть вот сюда можно продеть цепочку и носить как кулон, а не как брошку. Еще одна очень красивая, такого же плана, брошь. Я даже не знаю, это цветок или это морская звезда. Вот такая вот серебряная с голубыми кристаллами в центре. Тоже бы мне подошла сюда к моему свитеру, потому что он такой сиренево-голубой. Интересный бантик. Здесь усыпанный кристаллами, блестящий, красивый. Переливается. Я надеюсь, что вам видно хорошо. Свет у меня плохой. Я как-то села сзади окно, а сбоку у меня лампа. Не могла найти хорошее освещение правильно для того, чтобы это все показывать. Ну, я надеюсь, что вы видите. Потом у меня есть такая очень интересная голубая. Видите, брошка. Она сделана как серебряная брошка в центре голубая камень. Тоже бы сюда подошло хорошо. Все так. У меня теперь проблема. Надо выбрать красотка. Красотка. Из интересных тоже есть у меня вот такая вот брошечка. Видите, она сделана как в форме короны, разноцветными кристаллами, а внизу такие стразики. Очень интересная, необычная. И тоже бы прекрасно вписалась в мой аутфит сегодняшний. Вот такие две милые-милые птички. И тоже бы подошло к моему аутфиту. Красиво, да? Так, что еще? Вот такой интересный лист. Причем он подписанный. У него есть сзади маркировка, но я не разобрала, какая. Просто такой, видите, обычный листик. Серебряный. Очень такая тяжеленькая. Тоже застежка старенькая. Прекрасно сохранившаяся брошка. Такая вот очень красивая роза. Тоже не знаю, если она старинная или нет. Винтажная, не винтажная. Но очень тонко сделаны лепестки. Очень тонкие как бы листики. Не подписанная она, но очень красивая, очень качественная, но очень хорошо сделанная. Ну, я думаю, на сегодня все. Потому что получается длинное видео. Я не хочу его очень затягивать. Я не все показала. Наверное, может быть, в следующий раз. Или совмещу там со своими сережками, клипсами. Покажу вместе еще немножко брошек. Вот такое у меня сегодня видео получилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Я вас развлекла каким-то образом. Потому что я сама, если честно, очень люблю разглядывать чьи-то запасы, чьи-то коллекции. Не знаю. Вот любимые девчонки поковыряться в шкафу друг у друга. Я надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь еще раз. Призову вас на мой канал. Я буду всем очень рада. До новых встреч. Люблю, целую. Вашим детям.